Родители Насти Трапицель ответили на обвинения в хайпе на смерти дочери. Лиска выпустила свой первый гайд, Ян Топлис может стать ведущим Орла и Решки, а Илья Мэдисон уже обзавелся новой должностью в ЛДПР. Всем привет, это проект Ютубер, меня зовут Серж. А меня Саша. Да ну мать твою, ну пожалуйста, ну кот. Я старалась, он сбежал, так что сегодня без кота. Чтобы всегда быть в курсе главных новостей, жмите кнопку подписаться и колокольчик уведомлений. Это для тех, кто еще не подписан, а то я знаю эти ваши шутки, нажал, отписался. Давайте без этого. Ну и запасайтесь вкусняшками, чтобы смотреть новости было интереснее. Успели? Тогда начинаем. Первым делом о серьезной теме. Родители Насти Трапицель ответили на обвинения в попытках нажиться на смерти дочери. Напомню, что почти месяц назад 18-летняя блогерша разбилась в аварии на Бали. Эту трагедию мы подробно освещали в паблике и телеграме ютубера, а вот на канал решили не выпускать из уважения к семье Насти. Но раз уж спустя почти месяц эта тема все еще не закрыта, а родители нашли в себе силы дать интервью Ксюше Хоффман, мы тоже решили подвести некий итог. Первым делом небольшая справка для тех, кто не знает погибшую блогершу и ее историю. В 11 лет Настя Трапицель создала свой канал, в 12 получила первый доход с рекламы и уже к 15 займела миллион на банковском счете. И если на ютубе у девушки был лайфстайл канал, то в инстаграме она вела блог о саморазвитии, фрилансе и заработке в интернете, заявляя, что свободным и независимым можно быть в любом возрасте. Последние несколько месяцев Настя провела на Бали, где, по своим же словам, не отдыхала, а фактически жила. Училась, встречалась с людьми и вела работу по собственным онлайн-курсам. Там же она увлеклась ездой на спортивном мотоцикле, начала встречаться со своим инструктором и... Не справившись с управлением, попала в аварию, которая унесла ее жизнь. Подробнее о самой трагедии можно почитать в нашем телеграм-канале. Ссылку оставили в описании. Ну а сейчас мы хотим остановиться на последствиях всей этой истории. Дело в том, что гибель Насти фактически поссорила ее балийских друзей и родителей. Помимо споров, кто виноват в трагедии, на свет вышел еще один очевидный вопрос. Денежный. По словам семьи Трапицель, приятели дочери и ее молодой человек пытались снять средства со счета Насти, а также украли часть ее личных вещей и наработок. Люди, которые думают, что они сейчас этими семинарами воспользовались, вы знаете, она уже эти семинары сбросила маме. И потом, если вы их выложите, скандал мы вам обещаем. Друзья же, в свою очередь, винят родителей в попытке нажиться на дочке. И ссора с отцом, которая всплыла в интернете за день до трагедии, не играет им на руку. Мне прям стыдно, что это мой отец. Мне неприятно, мне стыдно, мне не хочется ничего общего иметь с этим человеком. В этом видео блогерша также говорит, что отец никогда не воспринимал всерьез ее работу. Хотя сам он заявляет, что во всем поддерживал Настю. У меня гордость была. У меня тоже гордость. И знаете, у меня гордость два раза это была. Первая это гордость, когда я помню у нее, как сейчас помню, было 6 тысяч подписчиков. И второй раз это я вот почувствовал, когда мы где-то куда-то ехали в метро, к ней девочка подбежала, говорит, можешь с тобой сфотографироваться. Ну и на фоне таких противоречий совсем странным подписчикам показался тот факт, что на канале Насте после смерти появились новые ролики. Как позже оказалось, их открыли родители. По официальной версии, чтобы работа девушки стала достоянием общественности. По неофициальной, для того, чтобы получить доход с монетизацией. Блять, ну совесть-то должна быть, хоть какая-то, блять. Потому вы говорите о монетизации, мы заставку не можем с мамой сделать. Кроме того, семья блогерши запустила продажи ее курса, а также открыла сбор пожертвований, чтобы собрать деньги на отправку тела на родину и похороны. Ведь, по их словам, Настя жила одним днем и не имела никаких сбережений. Мы не надумали, что не рассчитывали на такое, то, что вот тут все говорят, аучные вот родители, понимаете, у нас горе огромное. Я бы все деньги сейчас мира на это отдал бы, чтобы... Да, отдал, да, чтобы она была жива была. В общей сложности подписчики отправили семье около 70 тысяч рублей, но сбор продолжился и после похорон блогерши. Дело в том, что сейчас родители Трапицель собираются почтить ее память, домонтировать видео и влоги, которые девушка не успела опубликовать, запустить новый онлайн-курс и, если появится возможность, открыть кофейню, о которой мечтала Настя. Как вы уже догадались, на все это тоже нужны деньги. Сейчас начнете говорить, что мы тут хотим монетизацию, денег зарабатывать. Мы просто... Для нас это память. Очень многие люди, сотни людей хотят это сделать. Вот ради этих сотен тысяч людей мы это сделаем, а ради там двух десятков негодяев мы вас слушать не будем. Так свое решение объясняет семья блогерши. Верить или нет, решать вам. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Предлагаю немного разрядить обстановку и перейти на более легкие темы. И раз уж сегодня речь зашла об инфопродуктах блогеров, вы не поверите, но в Инстаграме, кажется, рекламируют годный гайд. Я продаю свой гайд в интернете. Что за мрать? Нет, ну, конечно, за авторством Юры Хованского эта информация смотрелась бы еще более авторитетно. Хотя и Лизка по части любви к пиву тоже не отстает. Ей-богу, в Инстаграме и с меньшими знаниями эти гайды штамповали. Как заработать миллионы, ничего не делая. Построй свой бизнес с нуля, живя с мамой в однушке. Ну и прочие прелести, вы в курсе. А здесь авторитетное мнение, подкрепленное годами опыта. Да и цена демократичная за такое-то сокровище. И даже отзывы уже полетели. Так что Юре бы взять на заметку идею. Хотя свои советы он еще год назад залил на канал. Причем совершенно бесплатно. А хотел поговорить о культуре, о питье, как пить и не напиваться. Не хватило предпринимательской жилки. Ну а пока Лизка пробует себя в инфобизнесе, Ян Топлис намекает, что был бы не прочь стать ведущим Орла и Решки. В своем инстаграме блогер запостил фотографию с Настей Ивлеевой и Юлей Коваль, попутно поинтересовавшись, между кем еще нужно встать, чтобы попасть в команду проекта. Само собой подписчики тут же начали примерять на Яна роль ведущего, желать ему успеха в новом начинании и надеяться, что блогер не забросит свой канал. А то в последнем видео уже прозвучала одна спорная фраза. Когда-то я перестану делать Топлис. Несмотря даже на то, в какие масштабы он перерастет, я перестану прокачивать вам мозги. Но здесь спешим успокоить. Сам Топлис заявил, что в обозримом будущем его ухода с Ютуба вы не дождетесь. А вот насчет шансов Яна появиться на пятнице вполне можно порассуждать. Смотрите сами. Орел и Решка все чаще сотрудничают с блогерами. В разное время выпуски шоу успели отвезти Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Евсей Ковалев и Маша Минагарова. Плюс ко всему, в марте этого года телеканал запустил новый сезон «Безумные выходные», где засветились Ян Гордиенко и Юлия Коваль. Так что у Топлиса есть все шансы вписаться в эту компанию. Хотя, судя по рассказу другого ютубера, Касё Гасанова, чей контент как раз связан с путешествиями, просто быть блогером для этого недостаточно. В одном из своих видео Касё рассказал, что продюсеры шоу сами пригласили его на кастинг, но на нем все и закончилось. Там еще была, кстати, одна очень известная девушка, известный блогер. По тексту прошлись, нас снимали операторы со звуком и так далее, но мне потом не перезвонили. Так что пишите свое мнение в комментариях. Хотели бы вы видеть Яна Топлиса ведущим «Орла и орешки»? И самое главное, подошла бы ему эта роль или нет? А мы пока поговорим о другом блогере, сменившем профессию. Ни для кого не секрет, что в декабре прошлого года Мэдисон вступил в ЛДПР. По словам Ильи, к этой партии он еще со времен универа питал нежные чувства, а вот теперь решил помочь с вопросами развития интернета и видеоигр в России. По крайней мере, так Мэд говорил полгода назад. Хотя с тех пор об его политической карьере почти ничего не было слышно. Ну, это не считая эпичных планов с туром по Золотому кольцу. Есть идея с туром по Золотому кольцу, где будет такая изи-агитация, и одновременно это будет как бесконечный праздник огурца. То есть будем ездить, поить всех этим огуречными настойками. А вот теперь Илья пошел на повышение. Самый молодой депутат ЛДПР Василий Власов рассказал, что с недавних пор Мэд официально стал его помощником. Как мы помним, такую же должность сейчас занимает другой блогер-ЛДПР-овец Юрий Хованский. В его обязанности входит принимать обращения граждан и составлять запросы в соответствующие органы. Вот такая вот солидная папочка из запросов, ответов, решенных и, к сожалению, пока еще не решенных проблем у меня накопилось. Мэдисон уже, по словам Власова, уготована другая участь. Он будет заниматься развитием киберспорта. Ну, а там, глядишь, и дальше по карьерной лестнице поднимется. Не смешите мои подковы! Шутки шутками, да, только паблик ЛДПР уже заспойлерил его возможную карьеру. Правда, на 1 апреля, ну, чем черт не шутит. В Штатах вон кани в президенты выдвигаются. Так что предлагаю пофантазировать в комментариях, какой Россия станет при Мэдисоне. Мы же с вами увидимся уже в следующих роликах. Меня зовут Серж. А меня Саша. И я специально выловила логи, чтобы с вами попрощаться. И это был проект Ютубер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok